Хаджи являются одним из пяти столпов ислама. Его должен завершить каждый мусульманин, если есть такая возможность. Посещать святыни в Саудовской Аравии можно строго в определенное время – через два с небольшим месяца после окончания урозы. О том, когда и как верующие могут совершить паломничество в этом году, расскажет Алла Качиева. На сегодняшний день более 200 жителей Карачева-Черкесии уже подали заявки в отдел хаджи Духовного управления мусульман для совершения паломничества. С этого года возрастных и количественных ограничений для паломников, которые были введены с момента разгула ковида, не будет, и поэтому желающие еще могут включиться в список. В этом году требования к документам не такие сложные, как в прошлые годы. Справок от менингита или справки от прививки от коронавируса – таких условий нет. Единственное, от нас требуется паспорт и чтобы не было препятствий на выезд со стороны судебных приставов или пограничников. Выезд в Саудовскую Аравию планируется 17 июня, но до этого времени паломники должны оформиться полностью. Хочу напомнить, что если даже хаджи у нас начинается 27 июня, то подготовка требует более ранних сроков за два месяца, за месяц. В этом году крайний срок подачи документов и записи в список – это конец Рамадана, то есть примерно 22 апреля. И еще Джатул Хаджи Тамбиев обращается к жителям Карачева-Черкесии, которые планируют посетить святые места с просьбой. В этом году и вообще все годы наши квоты, квоты нашей республики определяются по количеству поехавших уже паломников. Поэтому, пожалуйста, если вы не видите особой разницы, не езжайте из других регионов, потому что по показателю, по количеству наших паломников нам будет утверждаться квота, количество квот. Перелет будет осуществляться из минеральных вод в этом году через третью страну – Объединенные Арабские Эмираты. Для паломников Карачева-Черкесии планируют забронировать отели средней категории. Также в условия входит одноразовое питание в течение всей поездки. Также в условия входят трансфер, виза, сопровождение гидов и многое другое. Всего будет организовано две группы. Один – комбинированный рейс, то есть в начале перелёт до Дубая, а оттуда до Медина на автобусе. Цена такой поездки – 4800 долларов. Другая же группа попадёт в Саудовскую Аравию, сделав две пересадки на самолёте – минеральные воды Дубай, Дубай, Медина. Цена такого маршрута – 5500 долларов. Комбинированный рейс является немного трудным, особенно для пожилых людей. Если у человека крайнее положение, что эти 700 долларов он вынужден сэкономить, то тогда можно этим рейсом поехать. А просто в целях экономии я не рекомендую, потому что это очень утомляет человека, переезд Дубая-Медина на автобусе.